Лечение Мы работаем, параллельно проверяемся, параллельно платим штрафы. Но я на самом деле не главный эксперт по стране. Я только пытаюсь разобраться и помочь, чем могу коллегам в стране, указывая на то, где мы сами делаем ошибки, в том числе говоря нашим сообществам о том, что мы сами себя тоже подставляем своими клиническими рекомендациями. И пытаться бороться, наверное, все-таки с необоснованными штрафами. Я всегда начинаю с каких-то законодательных вещей. Поэтому я хочу напомнить, что согласно 430 федеральному закону, в статье 40 описаны условия экспертизы качества медицинской помощи. Четко обозначено, что экспертиза – это выявление нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания. Это большое дело. Выбора правильности и выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. И степень достижения запланированного результата. Но я думаю, что мы сегодня коснемся в основном оценкой своевременности оказания и правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения. И я хочу напомнить, что экспертиза качества медицинской помощи проводится не просто какой-то страховой компанией, не просто ТЭР-фондом или федеральным фондом. А от лица этих организаций экспертиза проводит врач, являющийся или долженствующий быть экспертом, то есть специалистом в этой области, должен понимать нашу работу, но и еще обученный самим себе методом экспертизы. Итак, для того, чтобы проверить, должны быть критерии оценки качества. То есть то, как мы проверяем, то, чему должна соответствовать наша работа. Согласно 323-му федеральному закону об основах охраны здоровья граждан РФ, критерии оценки качества, согласно части 2-й статьи 64-й, формируются по группам заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской помощи. То бишь это наш 116-й приказ стандартов медицинской помощи. Они существуют первые у нас еще до всех клинреков и до всех порядков. По каждой локализации, во многих локализациях даже по стадиям они разбиты. И я напомню, что в 2022-м, по-моему, третьем году они обновлялись. Пожалуйста, обратите на это внимание. Там много моментов есть, на которые мы особенно не обращаем внимания. И клинических рекомендаций. Это то, в основном, с чем мы работаем. То есть протоколов лечения, которые разрабатываются и утверждаются в соответствии с частью 2-й статьи 76-го этого же федерального закона и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. То есть сами по себе критерии оценки нашей с вами работы, вашей работы не могут быть придуманы экспертом, который вас пришел проверять. Они должны соответствовать вот этим законам. Напомню о том, что в 231-м приказе по КМП есть таблица, в которой указаны причины для неоплаты, для нанесения, вынесения штрафов той или иной медицинской организации. Сегодня, наверное, сделаем акцент на невыполнении или несвоевременном или ненадлежащем выполнении необходимых пациенту диагностических или лечебных мероприятий. В соответствии, опять же, с порядками оказания медицинской помощи на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи. Рекомендации по применению методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые даны вот в этих документах, на которые вы делали запрос в ходе телемедицинских консультаций. Еще раз обращаю внимание, что дальше уже эксперт на свое усмотрение выносит, вот вы что-то не сделали или не полностью сделали, повлияло или не повлияло это на состояние здоровья пациента. Привело к ухудшению состояния здоровья пациента, привело к его инвалидизации, к летальному исходу, например, да, и дальше идет уже либо процент невыплаты работы, неоплаты работы в том или ином проценте, либо еще наложение или тех или иных процентов штрафных санкций. То есть мы можем не просто поработать бесплатно, но еще и в минус. На второй странице нужно просто обратить на него внимание сегодня, я думаю, я на этом акцент делать не буду. Есть еще очень интересный пункт, который широко применяется и который, он очень легок, мне кажется, многим экспертам для вынесения. И 50% от стоимости всегда можно наложить, придравшись к отсутствию медицинской документации, результатов каких-либо обследований, консультаций, дневниковых записей, которые позволяют оценить динамику состояния здоровья пациентов и характер условий предоставления им медицинской помощи. Отсутствие некоего документа в медицинской карте уже позволяет снять 50% тех счетов, которые мы с вами выставляем. Больной вопрос, который я недавно совсем тоже билась, по срокам оказания медицинской помощи. Очень часто эксперты ссылаются на постановление правительства, вот это вот 25.05, да, о программе госгарантий, на основании которых каждый регион принимает свои. Вот я здесь представила слайд территориальной программы Санкт-Петербурга на 2023-2024 годы. Пожалуйста, обратите внимание на пункт 5. Порядок и условия предоставления медицинской помощи, в том числе сроков ожидания медпомощи, оказываем в плановой форме. Мне очень понравилась срочка. Дальше вот эти предсловутые 14 дней рабочих и 7 дней сроки ожидания оказания специализированной за исключением высокотехнологичной медицинской помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, а для пациентов с онкологическими заболеваниями не должны превышать 7 рабочих дней. Коллеги, следующая строчка. С момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания или состояния. Если мы начали пациента лечить в 2017 году, то я, читая вот этот документ, никак не вижу, что в 2022 году я должна четко, срочно, быстро, в течение 7 дней начать лечить пациента. Диагноз ему установлен отнюдь не 7 дней назад. Поэтому это касается, приказ, это территориальная программа пациентов первичных. Ну или когда-то они болели. А сейчас может быть второе заболевание спустя многие годы. Может быть мы там, или метастатический процесс. Дальше, на что мы должны обращать внимание, это клинические рекомендации. Все мы уже, наверное, выучили. Пожалуйста, я не устаю повторять. Клинические рекомендации по каждой локализации. Мы их находим по ссылочке Росминздрав.ру в рубрикаторе клинических рекомендаций. Меня тут как-то недавно спросили, а пользуетесь ли вы ими. Каждый день, по нескольку раз на самом деле. Давайте посмотрим рак молочной железы. Я не стала выносить, естественно, все. Но, пожалуйста, обращаем внимание, в том числе на пункт 2. Лабораторные и диагностические исследования. Где прописано, что все пациенты... Мы сегодня про диагностику будем говорить. В наших клинических реках мы сами прописали определение в опухоли или в пораженном опухоли в лимфатических узлах уровня экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестеронов является обязательным. Предпочтение отдаётся ИГХ-методу. Ну и так далее. У пациентов с тройным метастатическим тройным негативным, не получавших лечения, определение уровня PD-L1 на иммунокомпетентных клетах и так далее. Если у региона возникают какие-то проблемы с тем или иным обследованием, наверное, это нужно обсуждать в том числе в нашем сообществе. Эти рекомендации мы сами себе написали. Они являются официальными. Эти рекомендации мы должны с вами выполнять. Следующий пункт. Вот здесь уже касается и сроков, и доз, и интервалов, и выбора схем. В наших клинических рекомендациях во всех прописаны, и они являются обязательными, схемы. Здесь, как пример, приведены режимы адъювантной химиотерапии ХЕР-2 негативного рака молочной железы. То есть прописаны препараты на выбор, прописаны их дозы и интервалы. Вот здесь мы ориентируемся и на интервалы. Я хочу напомнить, что у нас прописаны интервалы между хирургическим лечением и началом адъювантной терапии. И уж если и начали лечить пациента, это интервалы между циклами химиотерапии. Большая беда, на самом деле. Я сама активно занимаюсь экспертизами. Первые два года – это просто, правда, волосы дыбом вставали. Мы интервалы между циклами химиотерапии делали то, что гораст. Вот один регион почему-то считает, что фоллфоксы должны быть раз в месяц. Так и делает. Другой регион считает, что ЕП должно быть раз в 4 недели. Так и делает из раза в раз. Не потому, что у них там врачей мало, а вот так вот заведено почему-то. Или там без объяснения причин превышения сроков проведения той или иной химиотерапии или любой лекарственной терапии с превышением на неделю, на две, на три. Я все понимаю. Наверное, народу много. Наверное, врачей мало. Наверное, загрузка большая. Но тогда, в общем-то, можно и не лечить. То есть тогда, когда мы не выдерживаем сроки, не выдерживаем интервалы, не выдерживаем дозы, то, в общем-то, работа наша нивелируется. Она бессмысленна просто. Поэтому либо уж работаешь, либо не работаешь. Вот. На что еще хочу обратить внимание. Не во всех, но в том числе в молочной железе, в Клинреках, у нас прописаны принципы профилактических сопроводительной терапии. Есть принципы профилактики тошноты и рвоты, костных осложнений, гепатотоксичности, сердечно-сосудистых осложнений, кожных, нефротоксичности, тромбоэмболии, последствия экстравазации и лечения иммуноопосредованных нежелательных явлений. Но для того, чтобы не увеличивать объем тех рекомендаций, есть ссылочки на русское. Русское мы тоже регулярно обсуждаем. Русское общество существует, оно более активное и более длительное время. Все объемы обследования, все методы профилактики прописаны в этих рекомендациях. Несоблюдение их может быть только, так же, как и несоблюдение сроков, может быть только по медицинским показаниям, либо если пациент сам отказался. Если это сделали по административным каким-то причинам, то это уже вина клиники, руководителя этой клиники. Прямо больной вопрос у нас. Без конца мы почему-то должны обследовать пациентов в стационаре, от и до, перед каждым циклом химиотерапии. Почему-то у всех требуются электролиты, дедимеры, я не знаю, там калий, магний, что у нас там. Все на свете перед каждым циклом. Со ссылками на инструкции к препаратам, на наши те же русские. Русское, я вас уверяю, там такого нет. На усмотрение врача. Да, необходим контроль электролитов. Но контроль по вашим меркам нигде четко не прописано, что перед каждым циклом, да еще обязательно в стационаре. Этого нигде нет. Пожалуйста, если вам такие претензии предъявляются, то проверяйте, смотрите, потратьте время на то, чтобы грамотно написать претензию. Это с пользой идет. На самом деле очень часто после этого отстают от таких неправильных дефектов, потому что это не нарушение лечения, это просто придирка к тому, что, ой, там в инструкции прописано. Прописано, но обращайте внимание на существенные вещи. Контроль. Вот если мы переходим дорогу, у нас существует правило, посмотрел налево, посмотрел направо, это правильно. А то, что надо, в принципе, контролировать движение, ну и вы вот по-другому сделали, например. То есть это придирка человека, который ничего не понимает в нашей работе, не знает, к чему бы придраться. Я хочу обратить внимание, что наши клинические рекомендации признаны Верховным судом обязательными к исполнению. Мы должны их исполнять. Значит, и смотрите, вот решение Верховного суда с длинным этим номером, что все клинические рекомендации, в том числе, которые не размещены в рубрикаторе Минздрава, обязательно к исполнению. Применять эти рекомендации обязательно, раз они существуют и утверждены профессиональной ассоциацией. Утверждаем их мы, профессиональная ассоциация, а не Минздрав. Еще на что хочу обратить внимание, посмотрите, вот мы пишем, что пересмотр не важнее 2023 года. Но тем же Верховным судом признано, что автоматические действия не прекращают даже по истечении срока действия. Если мы не написали новые рекомендации, мы работаем по тем, которые у нас уже есть. И по сопроводительной терапии еще раз удивительно, у вас же целые отделы есть по, я не знаю, как это, экономические или какие там. Вообще в 2023 году вышли новые методические рекомендации по сопроводительной терапии и лечению осаждений, по которым можно выставлять к СЛП, то есть добавленную стоимость, и просить деньги за те или иные условия, за те или иные препараты. Неделю назад мы были на конференции, а как нам это сделать, чтобы получить на это деньги? Коллеги, ваше дело лечить пациента, а ваших отделов экономических эти деньги выставлять, эти счета. У меня все, спасибо большое. Продолжение следует...